Подозрительному мужчину, который следовал за девочкой, задержали жителей окраины Астаны. Действовать пришлось своими силами. По их словам, участковые не справляются со своей работой, и дело тут не в качестве, а в количестве. Подробности в материале Сергея Цель. Всё произошло в пригороде столицы в жилом массиве Уркер. Средь бела дня неизвестный преследовал подростка. Испугавшись, девочка обратилась к местным жителям, после чего мужчина попытался скрыться. Но сообща, своими силами незнакомца удалось задержать и доставить в участок. Выяснилось, что он психически нездоров и состоит на учёте. Позвонили, говорят, тёте опекуну, и тёте опекун, она сейчас приедет, заберёт. На что мы все, естественно, возмутились. Как это просто так заберёт? Почему он приехал к нам на окраину? Почему он выбрал именно окраину? Но если даже психически больной, он очень опасный. Раз он так себе повёл уже, раз он преследовал девочку, он опасный для общества. В части того, что он преследовал, либо какие-то действия оказывал, не оказывал, действий никаких не было. Соответственно, от законов представителей не сошли. Поступило отказное заявление. Так как данный человек, возможно, и ходил, да, он состоит на учёте. Соответственно, мы соответствующую службу скорой медицинской помощи данного человека передали. Но факт остаётся фактом. В жилом массиве небезопасно. Жители утверждают, что на 30 тысяч населения всего три участковых. Этого недостаточно. Потому что у нас территория большая, у нас туда и обращения туда приходят. Где-то семейные ссоры, где-то там что-то с ребёнком, где-то там что-то разбили, где-то там кража какая-то. Они не успевают, ребята. Просто не успевают. В районном управлении полиции утверждают, что проблема не новая. Только в Уркере не хватает 7 участковых полицейских. В районе Есиль 50. И это не говоря уже и о всей столице. Район расширяется, вы сами знаете. Густо населённый. Соответственно, уже внесли предложение, чтобы открыть дополнительные участковые пункты полиции. А также именно район Уркер мы делим на два участковых пункта полиции. Жилой массив недавно вошёл в состав нового района Нура. Сейчас идёт оформление документов. У района ещё нет управления полиции. В настоящий момент министерство внутренних дел данный вопрос рассматривается. И уже, я думаю, в ближайшее время это решится. Соответственно, думаю, со штатами также будет решён вопрос. Как итог решения этой проблемы – дело времени. Тем не менее, в полиции утверждают, что уже давно пора отходить от старых стандартов. Следи за каждым жилым двором. Стражи порядка надеются, что в будущем наше общество будет более благоразумным и меньше совершать правонарушений. Сергей Цельмак, Суд Сарабаев, Астана, Первый канал, Евразия.